Всем доброе утро! Утро следующего дня! Всех целую, люблю, будьте здоровы! Мое утро началось с геркулесовой каши. Почему заостряю внимание, сейчас расскажу. А для начала, вот, вчера же мы собрали зверобой, сейчас я из него сделаю три букетика, три веника, скажем так, да, и повешенный чердак сушится. Заодно посмотрим, как там себя чувствует Иван-чай. По поводу каши. Захотелось на завтрак геркулесовой каши. Думаю, сейчас я все это по-быстренькому сделаю, мы с Володей позавтракаем, у нас совместный выходной, и пойдем делать свои дела. Но по-быстренькому не получилось. Со съемной квартиры вместе с молодежью к нам переехали некоторые крупы, в том числе и геркулес. Я такой никогда не покупала, поэтому коробочки читала. Пять минут и готово. Думаю, ну и хорошо. А хлопушки такие же расплющенные, как в экстрим. Короче, пять минут варю, десять минут варю, пятнадцать минут варю. Зараза, не развариваются, хоть ты что сделай. Вот она, эта коробочка, коробочка из магнита, да. Никогда не покупайте такие хлопушки, вот запомните. Эту коробочку никогда. В итоге я кашу варила полчаса, Володя этого делал, не дождался, наелся бутербродов и убежал в гараж делать свои дела. Вот так. Я поднялась на чердак. Давайте посмотрим, как себя чувствует Иван-чай. Ну, почти высох уже, еще немножко. Сейчас мы сюда и прямострячим зверовой. Здесь хорошо под крышей. Сухо, продувает, тепло, температура в самый раз. Вот так вот. Три веника у меня получилось. Вот такая красота. Ох, и чаек будет вкусный. И вот еще что. Сыренька ударился в рыбалку. Прям каждый вечер едет после работы. Он сколько рыбы наловил. А еще нас с Элиной угостили настоящим домашним коровьим молочком. Но угостили неудачно. Молочко оказалось не свежим. Поэтому оставлю на простоквашу. Может быть, на пеку блинчиков. Очень жалко. Ну, что поделать. Так бывает. Ну, что ж, дела продолжаются. Впереди заготовка ягод. Это черника вчерашняя. Сейчас я ее быстренько переберу. Разомну и перемешаю с сахаром. Вот так у меня получилось. Добавляю сахар. Размешиваю. Дам ему маленько раствориться. Перелью в стакан. Это мы слопаем с молочком, либо со сметанкой. И вчерашняя малинка. Часть ее я уберу в морозилку. Вот так вот на два подноса. Буду зимой добавлять в компот, либо кисель. Остальную малину переминаю, перемешиваю с сахаром и поступаю с ней точно так же, как и с клубничкой. Салфановый пакетик в любую емкость переливаю туда, заполняю, вернее, их малинкой и убираю в морозильную камеру. Вот столько клубники я уже таким способом заморозила. И вот так у меня замораживается малина. Это очень вкусно. Получается как свежая. Попробуйте. Ну что ж, дела мои продолжаются. Вот так вот я расправилась с ремонтантной клубникой. Всю ее обрезала. Володя косит траву. Не понравилась она мне в этот год. Решила обновить листовой аппарат. Сейчас я все это обработаю препаратом, биопрепаратом. От клещей он тоже подойдет. Растворяется на 2,5 литра воды. Все это сейчас я обрызгаю. Ну и заодно обрызгаю капусту. Кто-то смотрю ее тоже поджирает. Качанчики уже завязываются. Вот так заодно и мы это дело обработаем. По мелочам было переделано сегодня еще миллион дел. Но показать, к сожалению, все невозможно. Основные дела показала. Так что на сегодня все, мои хорошие. Пока-пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok